Всем привет! С вами снова я, Антон Сакович. Ну что, вот мы и добрались до мая. В каждом из дивизионов осталось по 4 команды. Медалей только 3. Всем не хватит. Поэтому начинаются самые интересные игры, самые жаркие разборки. Об этом обязательно сегодня поговорим поподробнее. Пройдемся по утешительному турниру. Ну, к сожалению, на заокеанский баскет сегодня времени не хватит. Но мы к этому обязательно с вами вернемся. Не будем терять ни минуты. Let's go! Итак, начинаем сразу с вышки. Прометей, Виталюр. Хм, где-то я это уже видел. Наверное, и Алды еще помнят. Сезон 15-16. Можно сразу окрестить как финал дебютантов. Прометей, Виталюр, команда. Ну, понятно, по составам все их знали прекрасно. Но именно под такими тегами они впервые ворвались в НБЛ и сразу дошли до финала. Причем, как и в этом году, финал был не в БНТУ, как мы привыкли, а в Виталюре. Тогда еще и переходные матчи игрались между дивизионами, когда было 4 дивизиона. В общем, времена бородатые. Кто помнит, напишите в комментариях. Но сам пак. Тогда уже эти команды очень громко заявили о себе. 3-1 была серия. Виталюр выиграл. Да, там. И также был сильнее в регулярке. К сожалению, навязать борьбу тогда не получилось у Газпромовской команде. Забрали они третью игру. Был счет серии 2-1. Но уверенно. То есть, все свои победы Виталюр забирал достаточно уверенно. Опять-таки, в составе Виталюра есть как минимум один игрок. Я точно знаю. Который был тогда. Кто помнит в комментариях, обязательно напишите. Через год Прометей уже поднимает над головой кубок. Но Виталюра уже в лиге не будет. Поэтому, на самом деле, очень интересная история. И то, что возвращается Виталюр в лигу. И как раз-таки уже в полуфинале натыкается на своего достаточно загриня... Ну, опять-таки, учитывая количество игр, которые сыграл Виталюр в НБЛ. На достаточно принципиального соперника. В этом сезоне тоже было не все так однозначно. Одна игра была между командами в регулярке. Прометей оказался сильнее. Но это был один из самых ярких камбэков. Ну, первой половины сезона так точно. Ну, вообще, вышки давайте так назовем. Команда много проигрывала. Первая четверть осталась без вариантов за Прометеем. Но, к сожалению, этого запала хватило только на 10 минут. Потом потихонечку-потихонечку Виталюр возвращался в игру. Ставил свой темп. Диктовал свои условия. И все это вылилось в, ну, небольшую, но победу. Что нас ждет теперь уже на этапе плей-офф. Но, опять-таки, играем в Виталюре. Это, можно сказать, как домашний паркет. И поэтому, конечно, к этим фольксам, наверное, ребята привыкли больше. Хотя, с другой стороны, Прометей тоже, я думаю, на кубках поиграл в Виталюровских. Да и в целом, ребята с бэкграундом и с вышки этот зал, я думаю, не обходили, не проходили стороной. Главное противостояние. Что касается Прометея. Здесь, конечно, очень, даже, наверное, не буду переходить на личности. Тут интереснее всего, какую команду мы увидим именно в этой серии. Потому что с Адани мы увидели за три игры три разных Прометея. И последний Прометей, это тот Прометей, который может бороться за чемпионство. Не побоюсь этого слова. Именно за чемпионство. Хватает скамейки, глубокий состав, сильный старт. И самое главное, одна из самых жестких, цепких защит плейки. Также очень на это будет влиять судейский вопрос. Не будет ли споров. То есть, если все эмоции будут идти именно на борьбу, с этой командой бороться очень сложно. И вот в прошлой игре, которая была решающая против Адани, где удалили Макса Добровольского, они смогли направить их в нужное русло и победить. Поэтому посмотрим, что будет здесь. То есть, ну, опять-таки, по персоналям здесь лидеров хватает. Прям нихуя как должен трансляция. Ну, вот, поэтому здесь скорее будет зависеть от того, какой командой мы увидим Прометей. Что касается Виталюра. Здесь есть фактор Коршука. Почему именно его выделяю? Потому что, ну, очень сложно будет играть именно против него. Я уже говорил про его линейку бросковую, про то, какой это опытный игрок. Что это действительно, ну, такое тематинное оружие. Так же, как и еще один центровой, о котором мы поговорим чуть-чуть дальше. Вот, но здесь еще такой есть нюанс, что у Прометея фактически на позиции четверки нету игрока. То есть, есть Илюкевич пятый, а все остальные игроки меняются, каждый с каждым. Но им всем будет сложно играть против Коршука именно из-за того, что Денис будет превосходить их в блгабаритах и при этом вдаль дальним броском. Ну, а Илюкевич, если за ним будет бегать, это потеря большого в краске, который постоянно страхует. Соответственно, тоже не самый лучший размер. Ну, и Даника Стаппенко тоже вопрос, в какой форме он подойдет к этой серии. Это диспетчер, опять-таки. От того, как удастся перекрыть его, будет зависеть в целом действие Виталюра. Потому что, по факту, с потерей Машко, и не знаю, вернется ли он на эту серию, команда остается, ну, с одним разыгрывающим. И это будет очень сложно реализовать. Так как тут тоже Прометея, мяч таскать могут многие. Какой прогноз? Ну, честно, хочу максимум игрок. Кстати, да, тогда финал игрался до трех побед. И третье, то, что я говорил в серии. Сейчас будет до двух. Хотелось бы 2-1, я на это поставлю, что будет счет в серии 2-1. Но рискну предположить, что дальше пройдет Прометей. Едем дальше. Серебрянка, софт-клуб. Повторение прошлогоднего финала. Наверное, мало кто ожидал выйти на такую пару в прошлом году в финале. Но, действительно, все сделали максимум от себя зависимого. Софт-клуб прошелся по регулярке неплохо. Хорошо в плей-оффе, опять-таки. Команда очень хорошо использовала свои скорости. За счет этого даже тот же полуфинал был легко выигран в конце. Ну, как-то легко. В концовках, но, тем не менее, 2-0. Поэтому это свит. И первая игра с Серебрянкой показала, что софт-клуб может бороться. Плюс 19. Причем, реально, они разогнались и просто улетели в какой-то космос. Такой разницы в этой серии не было вообще ни в одном матче. Это рекорд вообще за всю эту серию. То есть, не серию, а даже историю противостояния Серебрянки и софт-клуба. Но после этого на опыте чемпионы, им уже не впервые было в прошлом году, отыгрываться в серии игр на вылет, где уже они загнаны в угол и шансов на еще одну сечку нет. Две игры они забрали. Ну, и, соответственно, оформили чемпионство. Опять-таки, что изменилось и что он ждет в серии, которая сейчас стартует? В этом сезоне было близко. Была одна игра, плюс 7 за Серебрянкой. Но, опять-таки, у Серебрянки есть ультимативное оружие. Это Игнатьев. И что против него делать в софт-клубу, я не знаю. Все остальное, думаю, там, ну, опять-таки, команды знают хорошо друг друга, готовились. И читаем, плюс-минус. Ну, Вацлав еще, Бугаев, может быть, наверное, тоже как бы такой, как новый элемент. Но, опять-таки, его все хорошо знают. А вот что делать с Игнатьевым, где банально его вязать особо некими. Он будет добавляться в скамейки. Это уже другой вопрос. Либо второй вариант, как я это вижу. То есть, давать играть Игнатьевым, тогда перекрывать всех остальных. Ну, и, опять-таки, показывать свой баскетбол. Главный козырь софт-клуба – это Юра Волк. То есть, поменялся тренер. И, конечно, софт-клуб добавил в позиционки. И именно, мне кажется, от тренерской работы будет зависеть результат этой серии. Если Юра сможет найти какой-то козырь, что-то, вот, какой-то, именно, достать из рукава то, почему Бусибенко не готова, и это исполнить, исполнить, соответственно, его подопечное, вот, то вполне возможно, что будет сенсация. Но я поставлю на повторение прошлогоднего результата. 2-1 за Серебрянкой. Дальше. Второй дивизион. Бэдбойс Шутерс. Год назад команда была встреча между командами. Шутерс выиграли достаточно уверенно. Но это были абсолютно другие команды. То есть, у Шутерс очень неплохо укрепился состав. Теперь это, ну, такая команда реально с сильной скамейкой, с хорошей ротацией, опять-таки. Остается тренер у руля очень мощный. Тоже, опять-таки, тренерский дуэт. Торфенович против Володькина. Будет интересно посмотреть. И Бэдбойс. Это именно коллектив, который, на мой взгляд, совершил самый главный рывок именно в командном взаимодействии, в командном взаимодействии, в работе, тактике, во всем. То есть, я знаю, что они готовятся, тренируются постоянно, регулярно. И посмотрим, как они это смогут реализовать. Какие есть плюсы и минусы? Шутерс, конечно, имеет огромное преимущество по снайперам на дуге. Слишком много игроков, которые именно профильны по данному показателю. Плюс большие бросающие. В общем, если их как следует не прикрыть дугу, могут настрелять, ну, и хорошо бегут. Что касается Бэдбойс, это действительно более командная игра, плюс опытная команда. Но тут еще есть бонус игры в краске. Слишком много игроков, которых надо закрывать на средний, на трехсекундный. И вот как с этим справится шутерс при минимуме больших? Ну, опять-таки, посмотрим, как разгадают друг друга тренера. Ну, и защита, конечно, все-таки. Защита Бэдбойс меня впечатлила по ходу сезона больше вязать. Они точно умеют и просто так разбежаться не дадут. Моя ставка, опять-таки, на три игры команды равные. То есть, плюс есть как у тех, так и у других. 2-1 я поставлю на Бэдбойс. Ну, опять-таки, шутерс, наверное, только в радость, когда я ставлю против них. Вот. И у нас остается плей-офф третьего дивизиона. Не зря у меня тут маечки так красиво лежат. Я очень надеюсь, что и по стим, и и софт смогут сделать камбэк и вернуться в серию. И софт, опять-таки, в матче против Полессия сыграет. Полным составом это уже будет интересно посмотреть. По крайней мере, с точки зрения, ну, битвы там. Я думаю, что это настоящая битва будет. А по стиму же действительно отступать некуда. И драконы, я думаю, просто расслабят и покажут свой баскетбол. И если им удастся навязать это, то вполне возможно, что мы увидим третью игру. Несмотря даже на то, что первые матчи завершились с крупным преимуществом, соответственно, Слэм Софта и Полессии. Ну, и пару слов про улучшительный турнир. Будет три матча. Среди команд, которые были во втором дивизионе, ну и Цорэм Гу, молодечный Цорэм Гу. Не знаю. Для Цорэм Гу этот турнир, опять-таки, это еще практика игры с более взрослыми оппонентами. И я считаю, что среди таких соперников они могут спокойно забрать. Молодечно. Ну, учитывая, как они посещали последние матчи регулярки, я, честно, не совсем ожидал их увидеть в этом турнире. Ну, приятно, что собрались. Главное, чтобы не в пятером, не в шестером. Потому что иначе это будет очень тяжело против такой молодой бегущей команды. На мой взгляд, Цорэм Фаворит. Восток 121, Вабанк. Кстати, самое интересное, за Вабанком, за Востоком пока что идет серия. То есть, 2-0, а не серия, но история личных противостояний, скажем так. Что нас ждет в этой игре? Не знаю, Вабанк очень как-то безвольно уступил оплати. Наверное, просто уже ребята выходят так поиграть, просто побросать. Может быть, ну, честно, я так думал, что они будут биться. Но не хватает никакого задора. Вот. Мне интересно будет посмотреть на дебют Кости Савченко, если он состоится за Восток. Поэтому здесь, опять-таки, я считаю, что Восток, именно как командное взаимодействие, должен собирать победу. ЛФК оплати. Это будет еще одна игра. Оплати уже имеют одну победу. И я считаю, что они главные фавориты. То есть, то, что я говорил, что победитель матча Вабанка, оплати. Но как-то слишком все легко было для ребят в черно-белом. Посмотрим. Если они побеждают Вабанк, то есть, продлевают свою серию. Вполне возможно, что скоро мы уже узнаем победителя этого мини-турнира. ЛФК. Не знаю, честно, в каком составе они будут играть. Потому что в конце были большие потери. Но, опять-таки, для того, чтобы команда еще больше набралась опыта, еще больше сыгралась. Уже на следующий сезон. Может быть, кого-то посмотрят. Потому что на этом турнире, опять-таки, игроков можно дозаявлять. Это будет интересно. Что думаете вы? Оставляйте свои комментарии. Пишите. А, кстати, еще забыл. Мы продолжаем. Да. Мы продолжаем с вами. Им есть что сказать. Цикл наших комментариев. Ребята, которые с вами работали на протяжении всего сезона. Матч по Steam. Странсофт со мной будет комментировать Вова. Это голос НБЛ. Человек, которого вы слышите на каждой трансляции. На каждом матче. Который объявляет ваши фамилии. Ну, и, опять-таки, по совместительству член команды по Steam. Ему будет про это еще что рассказать. Мы будем вести комментирование этого матча. Это будет в субботу. Игра начинается в 17.55, если не ошибаюсь. И из Виталюра, если все там будет нормально для трансляции, для микрофона, то есть на камере. Матч Виталюр-Прометей. Будем комментировать мы вместе с Борей Канонником. Опять же, человек, который делает вас сильнее. Учит вас играть в баскетбол. На каждом этапе развития. В каждом дивизионе. Так что залетайте на трансляции. Готовьте вопросики. Будет интересно. С вами был я, Антон Сакович. Всем счастливо.